Программа «Указывая путь» с доктором Майклом Юсефом. Малыш Томми с трепетом наблюдал за тем, как мам печет изумительный шоколадный торт. У него текли сленки. Он донимал маму расспросами. «Мам, ну, когда же мы уже попробуем торт?» На что мама сказала, «Томми, послушай, это торт для гостей, которые придут сегодня. Сейчас я ненадолго прилягу, а ты будь добр, не трогай торт». И вот мама ушла, а Томми тихонько залез на стульчик, чтобы получше рассмотреть мамино творение. Разглядывая торт, он заметил крохотный, едва заметный изъян на одной из кремовых завитушек, и только чуть-чуть его подправил. Он всего лишь слегка его подправил, ну а потом... А как же без этого? Он облизал пальцы. Примерно вот так. Но как только он это сделал, он заметил еще один изъян на торте. И поспешил исправить и его с наслаждением, облизывая пальцы. Ему хотелось помочь маме. Он продолжал поворачивать торт из стороны в сторону, и тут он понял, что теперь торт выглядит намного хуже, чем было в начале. И он начал рассуждать так. Ну что ж, раз уж я все равно все испортил, почему бы мне не съесть кусочек торта? Уверен, что мама не будет возражать. Доедая второй кусочек, Томми услышал голос мамы. «Томми! Я же просила тебя не трогать торт!» Томми пришел к выводу, что всему виной мамина женская логика. Это умозаключение стало следствием некой логической цепочки. Эта история повторяется множество раз, дома, в общественных местах и на работе, где в роли торта выступают вопросы этики и морали, и те ключевые решения, которые мы принимаем в части соблюдения либо попрания Божьих заповедей и обоснования своих поступков. Мы пытаемся обойти закон. Люди часами ищут лазейки в законе, другие тратят миллионы, чтобы обойти закон, но в долгосрочной перспективе Божий закон обойти нельзя. Он безупречен, совершенен и свят, и только его безукоризненное соблюдение служит гарантом спасения. Но это невозможно. Человеку это не по силам. Это невозможно. Итак, мы в тупике. И что же нам делать? В третьей главе послания Галатам с 15 стиха Павел сравнивает закон Моисея с правовым документом, составленным юристами, А затем он сравнивает Божий закон с заветом благодати, который Бог заключил с Авраамом за 430 лет до появления закона. А печа между законом и благодатью можно описать одним словом. Это всего одно слово. В ряде переводов употребляется термин «потомство». Долгое время у иудейских раввинов это слово считалось «собирательным существительным». Что же это такое? «Собирательное существительное» — это существительное в единственном числе, означающее группу людей. «Приведу пример». Можно сказать, что мой ребенок — это мое потомство, точно так же, как все мои дети и внуки — это мое потомство. Это одно и то же слово, употребленное в единственном числе. Суть, я думаю, вы поняли. И разница теперь понятна. Древние раввины много лет считали потомками Авраама исключительно евреев. Еврейскую нацию, еврейский народ. Но апостол Павел по вдохновению Духа Святого говорит «нет». Это слово в единственном числе, означающее не многих, а одного Иисуса Христа, Мессию, наследника Авраама. Так говорит Библия. Таким образом, все благословения Авраама, заключенные в завете между Богом и Авраамом, все до единого, исполнились в том, кого можно по праву считать с потомком, семенем и наследником Авраама. Следовательно, все те, кто пожелает стать преемником благословений завета Авраама, должны будут прийти к Богу посредством единственного наследника семени и потомка Авраама, Господа Иисуса Христа. Выражение «во Христе» несет в себе поистине уникальный смысл. Пожалуйста, подчеркните его у себя в конспектах. Во Христе можно облечься только благодатью Христовой, только через веру во Христа и только всецело, доверившись Христу, только приняв спасение через Христа. «Не будучи этническим евреем, но будучи в том, кто назван духовным семенем и наследником Авраама, спасение дается не по национальной принадлежности, но по вере в единственного потомка Авраама. Это бесспорно, неизменно, и к этому нельзя ни прибавить, ни убавить». Это непреложная истина. Подобно хорошему адвокату, апостол Павел отстаивает свою позицию, объясняя ее тем, что Авраам был спасен через веру, а не по закону, так как он жил за 430 лет до самого закона. Учредив закон, Бог не аннулировал завет благодати, заключенный с Авраамом. Он этого не сделал. К слову, как я и говорил, закон был учрежден много позже завета благодати, а значит, Авраам был спасен по благодати. А знаете, что произошло с появлением закона? С его появлением человечество разделилось на иудеев и язычников. Закон произвел разделение между иудеями и язычниками. Вот почему, когда Божий Сын, Мессия, потомок Авраама, сошел с небес на землю, Он ликвидировал это разделение. Иисус, потомок Авраама, ликвидировал это разделение. Иисус, потомок Авраама, разрушил стену враждебности, разделявшую нас. Иисус, потомок Авраама, в благодати Своей, радушно принимает всякого, независимо от принадлежности и происхождения. Любой, кто приходит к Нему в раскаянии с верой, обретает спасение. В таком случае, для чего же нужен закон? Если Авраам спасен благодатью, А Иисус — это потомок Авраама, как и все те, кто спасены, благодатью Христовую, зачем вообще понадобился закон? В 19 стихе Павел задается этим вопросом и вопрошает, так для чего же закон? Он задается этим вопросом. И в продолжении 19 стиха он отвечает на свой же вопрос. Закон был дан по причине преступлений. Но это временная мера. Это не навсегда. Это временно, пока не придет обещанный потомок Авраама. В третьей главе послания к Галатам с 19 стиха и далее упомянуты три причины, объясняющие то, почему Бог дал закон спустя 430 лет после Авраама. На то есть три причины, и я вам о них расскажу. Во-первых, по его словам, закон должен был стать зеркалом, в котором отражается наша греховная природа. Во-вторых, до достижения зрелого возраста, пока мы не придем ко Христу, ему надлежало стать нашим опекуном. Ну и в-третьих, он служит магистралью, ведущей к благодати. Закон призван указать на нашу неспособность спастись своими силами. Закон призван подчеркнуть нашу острую потребность в благодати. Закон служит нам напоминанием, что мы взбунтовались против святого Бога. Закон призван подтолкнуть нас к нашему Спасителю. Закон служит нам постоянным напоминанием о собственной несостоятельности и неспособности исполнить предписания закона. Так вот, возникает вопрос, исходя из всего этого. Но если законом нельзя спастись, что очевидно, потому что никто не может исполнить весь закон, все его предписания, и делать это постоянно, то кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, зачем нужно было вешать все эти таблички с десятью заповедями в помещении судов, школ и прочих учреждений? Откуда такая привязанность к этому символу? Зачем? Зачем мы с ним носимся, если закон не спасает? А хотя бы просто потому, что закон — это зеркало, позволяющее нам увидеть собственную греховность. И только когда мы это поймем, мы взыщем спасение через Христа. Бог дал людям закон не для того, чтобы спасти нас через Него, но направить к тому, кто дарует нам вечное спасение. Я убежден, что величайшая трагедия современного общества — это изъятие десяти заповедей и креста из общественных мест, потому что десять заповедей призваны привести человека в отчаяние, а крест приносит свободу и прощение грехов. Десять заповедей указывают на то, что никто не может спастись, а крест призывает прийти к тому, кто дарует нам прощение. Десять заповедей источают безысходность, а крест служит напоминанием, что мы имеем надежду во Христе. Дьяволу хорошо известна та сила, которая сокрыта в этих символах. Многие из тех, кто своими действиями или, напротив, бездействием голосуют за то, чтобы они не мозолили людям глаза, движимые благими намерениями. Они не хотят никого обидеть, сами того не желая. Они оказывают дьяволу неоценимую услугу. Сегодня, когда женщина решает прибегнуть к услугам подпольного абортария, первое, что она слышит, «Вам не в чем себя винить!» Один человек сказал, что бесполезно бороться с чувством вины, не устранив причину, и я с этим согласен. «Хорошая новость в том, что Бог любит вас и прощает за все, что вызывают у вас чувства вины. Не тратьте время на симптомы, устраните причину». Крест не устраняет симптомы. Крест устраняет корень греха. И в то время как десять заповедей вызывают у нас непреодолимое чувство вины, Бог посредством креста устраняет ее причину, освобождая нас от вины, очищая от греха и даруя прощение. Итак, закон — это зеркало, но кроме того, закон — это ваш поводырь, опекун. В данном контексте слово «опекун» имеет весьма любопытное значение. Послушайте, пожалуйста, меня внимательно. Как мы уже знаем, в Риме насчитывалось два миллиона рабов. Но это были не просто чернорабочие, рабы в привычном понимании. Это были врачи, инженеры, бухгалтеры. Будучи знатоками своего дела, они содержались в рабстве у римлян, и зажиточные римляне могли взять одного из рабов, который зарекомендовал себя надежным, проверенным специалистом в своей области и использовать в качестве домашних учителей. По сути, они становились их доверенными лицами, но не заменяли мальчикам родителей. Эти опекуны сопровождали мальчиков в школу, обучали манерам, помогали выполнять домашнее задание, приучали к послушанию и даже могли наказать от лица родителей. Здесь используется греческое слово «пайдагогос», знакомое всем нам. Видите ли, каждый галат, читающий эти строки, без труда понимал, что Павел хотел этим сказать. Они понимали его рассуждение о природе закона. Вакансия педагога не была постоянной. Это было временное трудоустройство. Педагоги занимались образованием мальчиков до достижения ими совершеннолетия. А когда мальчики взрослели, статус педагогов менялся. Когда учитель и ученик становились друзьями, они были учителями, пока мальчики были детьми, а теперь они уже друзья. Поймите меня правильно. Библия ясно говорит, что наш педагог, наш наставник, закон, опекал нас до тех пор, пока мы не пришли к вере в Иисуса. Закон играл роль штурмана, но потом все изменилось. Теперь, когда мы пришли ко Христу, поняв, что не можем спастись кроме как через Христа и припав к подножию Креста, теперь, когда нашей жизни наступил переломный момент, закон из наставника превратился в друга. Вот о чем пишет Павел. Закон — это зеркало, это наш педагог, наш путеводитель ко Христу. И в-третьих, закон — это магистраль, ведущая к благодати. И, пожалуй, лучше всего этот принцип магистрали может проиллюстрировать реальная история, произошедшая в начале прошлого века. В 19-м году прошлого века, сразу после Первой мировой войны, состоялась Парижская мирная конференция, целью которой было юридическое оформление окончания войны. Делегацию Аравии возглавил Лоренс Аравийский. В то время это была просто Аравия. Саудовская она станет позднее. Так вот, когда арабы приехали в гостиницу и открыли воду, они были очарованы. Как вы помните, в Аравии вода обладает огромной ценностью, ее берут из колодцев и расходуют весьма экономно, а из крана течет большое количество воды. После конференции делегаты, собираясь в обратный путь, поснимали все краны и принялись упаковывать их в свою поклажу. Для них это было настоящее чудо. Возьмешь кран, получишь воду. Так они полагали. Они думали, что кран был источником воды. Они понятия не имели о сложной системе труб, по которой вода поступает в кран. Они искренне считали, искренне, как дети, в том, если заберут с собой краны и установят в своих жилищах, то у них будет вода. когда Лоренц Рависки увидел, что своими действиями они причиняют значительный ущерб, то объяснил им, что сами по себе, не будучи подключены к источнику воды, эти железки совершенно бесполезны. Они должны быть подключены. Друзья мои, послушайте, знаю, что это может показаться смешным, но именно так и поступают многие из нас на духовном уровне, пытаясь извлечь духовную воду из пустых труб, пытаясь черпать силу там, где ее нет, пытаясь заполнить пустоты в своей жизни религиозной деятельностью, пытаясь напиться из обезвоженных источников, пока вы не прильнете к источнику к Иисусу Христу, не видать вам спасения. Пока вы не прильнете к источнику к Иисусу Христу, не видать вам силы, послушайте меня внимательно, друзья мои. Это последнее, что я хочу вам сказать. Наша проповедь этому миру не должна строиться по следующему принципу, «Посмотрите, какой я хороший, а все вы плохие». Нет, нет, и еще раз нет. Избавь нас, Боже, от такого образа мышления. Мы должны обратить их взор на того, кто простил мои грехи и освободил от вины и кто жаждет сделать то же самое для вас. Это наше свидетельство. Придите к тому, чьей благодати достаточно, 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 чтобы простить, освободить, спасти, исцелить, чтобы освободить вас от вины и ее источника и дать вам силу для праведной жизни. Продолжение следует...